Одной волне с городом. Радио. Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас, как мы уже анонсировали, у нас на прямой связи посредством Зума директор Рижской государственной классической гимназии, доктор наук Роман Алиев. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот такой тяжелый учебный год позади. Не знаю, успели вы чуть отдохнуть. Я так понимаю, что впереди новый учебный год, где все мы надеемся. Не знаю, родители, бабушки, дедушки, естественно, сами учащиеся надеются, что на конец 1 сентября мы вернемся к нормальной жизни, к нормальному учебному году. Но впереди еще, я так понимаю, такой важный процесс вакцинации педагогов. Об этом вчера была пресс-конференция с участием мэра Риги, в которой вы тоже принимали участие. Может быть, об этом чуточку попозже. Если вот так вот все-таки подводить итоги этого учебного года, все-таки уже какое-то времечко прошло, уже и 12-классники сдали государственный экзамен. Если говорить о Рижской классической гимназии, каковы результаты вот этого действительно тяжелого года, где большую часть, я так помню, все-таки было удаленно. По-моему, только в сентябре, в начале октября еще учащиеся вышли в школу и все. Да, в этом учебном году только ученики, ученики в ваших классах учили до зимних каникул. Все остальные после осенних каникул уже оказались на удаленном обучении. Поэтому и 9-й, и 12-й классы в том числе. 9-й класс у нас сдавали латышский язык, экзамен, который проводился централизованно для тех, кто учится по программам национальных меньшинств. И те, кто выбрали этот экзамен, они сдавали. Таковых было 76 человек. Довольно много. Да, довольно много выбрали, но они чисто из практических соображений, потому что довольно-таки много из них хотят летом поработать, а значит, необходимо предоставить документы о знании, о владении латышским языком. Это один момент. Другой момент для того, чтобы убедиться и удостовериться, что они соответствуют определенным требованиям, проверить себя. Ну, то есть сдавали, и результаты высокие, результаты хорошие, поэтому молодцы. Но также 9-й классы проверили себя, те, кто поступали в 10-й класс государственной гимназии. Это был отдельный вступительный экзамен для всех, кто выбрал государственные гимназии. Ну и конкретно к нам тоже, соответственно. И ученики, выпускники 9-й класса сдавали вступительный экзамен по математике. Довольно-таки сложный, серьезный. Но мы очень довольны, потому что наши ученики показали довольно-таки более высокие, чем наши были ожидания, более высокие результаты. Даже так, да? Да, хорошо сдали, хорошо готовились, молодцы и серьезно отнеслись к этому моменту. Но вступительный экзамен – это всегда, так сказать, волнение и всегда какие-то тревоги. Ну вот, молодцы. Мы укомплектовали, соответственно, 5-10 классов в государственной классической гимназии и предлагая при этом ученикам выбор из 8 программ, из 8 направлений или, как иногда их называют, корзины. Да, все-таки 8, потому что большинство школ обычно ограничивается двумя-тремя направлениями. Да, 8, потому что у нас достаточно большая все-таки гимназия, большое заведение и, соответственно, ресурс достаточно серьезный. Поэтому мы предлагаем и медицинское направление, и инженерно-медицинское – это другое. И инженерное знание третье, значит, медиа и технологии – это то, что вам близко было, Бабик. Да. То есть достаточно много таких вот серьезных интересных направлений. Значит ли это, что у вас уже есть договоренности с вузами? Потому что понятно, что если человек, учащийся, выбирает, например, такое направление, как, не знаю, медицинское, инженерно-медицинское, цель-то понятна. Да, у нас очень-очень такое тесное и серьезное сотрудничество с университетом имени Страдыня и медицинским вузом. И, безусловно, это сотрудничество, оно помогает нам в реализации медицинской программы, потому что все, как бы, вот эти подготовительные шаги, которые будут предприниматься в течение трех лет обучения наших учеников по этой программе здесь, в гимназии, они затем выразятся в том, что они станут уже студентами-медиками. И здесь очень важно, потому что в университете Страдыня серьезно подходят и к такой вот стороне, как практическая сторона медицины, где дети должны себя проверить, увидеть, а подходят ли они к этой сфере деятельности, но готовы ли они. Поэтому вот занятия, которые в самом университете Страдыня проходят у наших учеников, на макетах, на таких вот стендах, которые там созданы и существуют, да, но это действительно и современно, и практично, и вот помогает осознать свой выбор. Помимо этого, конечно же, мы участвуем и в проектах, которые связаны с инженерными знаниями, с экономическим, с финансовым направлением и с технологиями, для этого, конечно же, мы очень рады, но действительно созданы все условия, потому что недалее как два года назад построен лабораторный корпус классической гимназии в этом лабораторном корпусе, 10 современно оборудованных лабораторий, в которых дети могут, ученики могут готовиться, заниматься и по прикладным, по прикладным вещам, дополняющим направление в образовании и по своему основному направлению, осваивая, осваивая и специальные курсы в том числе. — Если мы возвращаемся вот к этому удаленному обучению, наверное, я думаю, и вы, как директор, и как педагог, уже можно сделать какие-то выводы позитивные и негативные, да? Ну вот я там говорю со многими экспертами, они говорят, что, ну, вероятно, все-таки останется такое последствие, если, так можно сказать, этого удаленного обучения, может быть, действительно какие-то отдельные предметы и в будущем без всякой пандемии будут проходить, ну, при определенной ситуации могут проходить виртуально, и ничего там в этом такого плохого, страшного нет. Другие говорят о том, что, может быть, это удаленное обучение показало, что нет ничего лучшего, чем обучение очное. Да, и, может быть, даже дети, которые с неудовольствием по разным причинам ходили в школу, я надеюсь, что это не случай рискокластической гимназии, но, тем не менее, поняли, насколько важна вот эта социализация, да, вот это общение с учителями и, конечно, со своими одноклассниками. Да, Абек, конечно, это такой серьезный момент, когда многим-многим-многим пришлось все-таки переоценить свое отношение к обычным, простым таким вещам, как очная консультация у учителя, возможность задать ему вопрос, возможность подождать, когда он освободится, и все-таки о чем-то поговорить с учителем. Ну, не только с учителем, наверное, это и важность, переоценили ребята и такую ценность, как важность общения вообще со своими одноклассниками, с другими ребятами. Многие посещали ведь и творческие клубы, кружки, спортивные секции. Всего этого в жизни как раз-таки и не хватает современному ребенку, современному ученику. И вот эта нехватка, она, конечно же, она, конечно же, я думаю, всеми сполна была ощущена и понятна. Но что дальше? Дальше надо использовать все эти освоенные технологии, продолжать их осваивать, компьютерные технологии, технологии удаленного обучения. Почему? Потому что не всегда в наших учебных заведениях, в Латвии, в Риге созданы эти условия, чтобы очно и в безопасности могли учиться дети. Почему? Потому что помещения не вентилируются, помещения небольшие, поэтому здесь очень много нужно работать над улучшением инфраструктуры, над улучшением технических показателей, параметров, таких как чистота воздуха, которым дышат дети. И поэтому, скорее всего, какой-то, даже при том, что все мы начнем учиться очно 1 сентября, какой-то день все-таки будет определен по графику, по разным, в соответствии с расписанием, которое будет составлено, по разным дням, но классы будут заниматься и удаленно по определенным дням. И, то есть, это все равно останется, и такая практика будет продолжаться. Ну, и дальше надо очень постараться, чтобы это очное обучение, так же, как в прошлом году, быстренько не прервалось и не перевелось полностью на заочное, на удаленное опять. Да, вот как раз мы подошли в этом моменте к вопросу вакцинации. Вот вчера выступал мэр, вы тоже участвуете в этой пресс-конференции, но фактически посыл у мэра Риги был, естественно, такой призыв к тем педагогам, которые по разным причинам еще не вакцинировались. Я так понимаю, что причины, может быть, разные. Кто-то беспокоится о своем здоровье, может быть, у кого-то были проблемы какими-то аллергическими реакциями, они побаиваются. Кто-то, к сожалению, может быть, среди них есть и педагоги тоже, которые начитались какой-то там псевдонаучной литературой и стали антиваксерами, как сейчас их называют, и ни в коем случае не хотят прерваться. Кто-то думает, что его пронесет, и, может быть, коллективный иммунитет будет создан раньше, чем он привьется, и тогда вроде бы нет необходимости. Ну, разные есть причины. Здесь, наверное, это пускай уже ученые анализируют и социологи. Но вот что касается действительно педагогов, есть ли у вас хоть какие-то сведения о вашей школе? Потому что если совсем вот так вот подойти прямо к законодательству, у администра, вообще у руководства тех или иных учреждений нет даже права требовать, пояснить, почему тот или иной человек не вакцинировался. Возможно, скоро такое право появится. Мы знаем, что соответствующие поправки готовятся. Но вот на сегодняшний день, если мы говорим сначала о классической гимназии, потом, может быть, чуть-чуть пошире возьмем. Ну, на сегодняшний день в нашей гимназии вакцинировались или планируют вторую прививку в своем процессе вакцинации и знают конкретный день. Да, уже хорошо, да. Да, и несколько человек, которые в последние месяцы переболели, и они ждут, так сказать, соответствующего... Сертификата, да. Когда они смогут тоже вакцинироваться. Ну вот, в целом, более 90% наших учителей вот в таком вот положении. Более 90%, но это вообще выше среднего, мягко говоря, да. Готовы к почтному обучению. Да, но есть, к сожалению, и те, кто не планирует и категорически не считает необходимым вакцинироваться, или несколько человек, которым по медицинским показаниям вакцинироваться не рекомендуют медики, врачи. Вот, ну, таких вот в нашей гимназии, в которой работает 178 педагогических работников из 178, только 9 таких вот учителей. Важнее и труднее ФАБИК с техническими работниками. Вот, я хотел как раз спросить, да. Да, я думаю, что они в большей степени подвержены влиянию каких-то конспирологических теорий, каких-то, значит, там всевозможных мифов о вакцинах, о вакцинации, о самом вирусе. Поэтому, в принципе, действительно очень сложно, очень сложно. Мы стараемся, чтобы с каждым нашим человеком, работником разговаривал и медик, да, медсестра объясняла. Вся администрация работает над этим, чтобы лично, персонально, индивидуально поговорить с каждым и педагогом в свое время. Эти разговоры велись и ведутся еще и с техническими работниками. Но очень важно индивидуально стараться все-таки, ну, узнать эти аргументы, поговорить об этих аргументах против, переубедить, постараться. Ну, и действительно, потихоньку, ну, это удается. Я надеюсь, что наши технические работники тоже до начала учебного года больше их часть вакцинируется. Хотя вот им очень сложно принять это решение. Ну, не секрет ведь, что достаточно большая часть из технических работников, добросовестных, много лет работающих, но, к сожалению, они уже в степени практически пенсионного возраста. И вот им всегда трудно как-то на что-то решаться, да, у них очень много вопросов, сомнений. Ну, и вот мы стараемся их убедить в обратном. Это не так просто-то, да. Да, и подумать о себе. Я и педагогам всегда говорил и обращался к педагогам, что, друзья мои, надо подумать и о себе, и о своем здоровье. И очень тяжело, когда педагог, учитель, кто-то из вас, дорогие мои, болеет, да, и болеть очень неприятно, но еще и учитель ведь все время думает о том, как же там вот программа, которая может приостановиться, как ученики. А администрации, если много людей болеет или много удаленно находится, да, скажем так. Еще сложнее обеспечить это все, да. Еще сложнее обеспечить, заменить, да, поэтому надо думать о своем здоровье. Это очень серьезно, это очень важно. Поэтому защитить себя, защитить себя в первую очередь, потому что, ну, малыши не вакцинированы пока и не ожидается, что они будут вакцинированы. Соответственно, могут вакцинироваться ученики-дети после 12 лет, старше 12 лет. Но, как бы, это еще только начало, еще мало кто вакцинировался. Хотя вот у нас те, кто ориентируется и поступает в университет Страдене, они вакцинируются, это старшеклассники. Почему? Потому что они знают точно, что в университете Страдене будут учиться вакцинированные, да. Поэтому вариантов особых нет, да. Их такое требование, да, поэтому нет вариантов. Но ведь работникам тоже очень важно своевременно узнать, как бы, правила игры. Вот мы все прекрасно понимаем, до 1 августа, например, принимаются какие-то правила, в соответствии с которыми вакцинированные могут спокойно, очно работать. Не вакцинированные, например, да, они будут обязаны сдавать тест сами, да, за свои же деньги, а это достаточно накладно. Работать в маске, да. Тоже сложно вести его к маске, да, прямо скажем, да. Ну, тоже, да, какие-то будут известны эти правила, какие-то будут известны требования, или, как мы уже слышали, концептуальное решение правительства, которое может уже сформулированно быть в виде законодательных актов. Посмотрим, как это будет происходить с требованиями к всем, кто работает в медицине, в образовании, в полиции и так далее, быть вакцинированными обязаны. Роман Алиев у нас на прямой связи, я вас попрошу оставаться на связи, буквально короткая пауза, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Радио Болткома Да, продолжаем работу в прямом эфире. Роман Алиев, директор Рижской государственной классической гимназии у нас на прямой связи посредством Зума. Вот такой вопрос не могу не задать, ведь многие учебные заведения воспринимают, ну, установленные такие стандарты, школьную программу, как какую-то мантуру, шаг влево, шаг вправо, это воспринимается как какое-то нарушение программы, что же теперь будет, как же будет. Ну, вы подходите, я так понимаю, в вашей классической гимназии более творчески, вот вы даже сказали, что вот старшеклассники, 10-й, 11-й, 12-й класс, у них есть возможность вот выбрать 8 направлений, даже вот там, не знаю, медицинское, инженерное, медицинское, это все как бы на слух воспринимается почти как, не знаю, там, вуз уже. Да, вот как вам удается вот это сбалансировать, не знаю, одно требование этих государственных стандартов, программы, и с другой стороны вот обеспечить такую, не знаю, возможность выбора более широкий? Ну, мы этим занимаемся, мы этим занимаемся, потому что абсолютно убеждены и уверены, что в универсальных подходах все равно должно быть место для индивидуальности, для того, чтобы всегда можно было обратить внимание на какие-то индивидуальные потребности и интересы наших учеников. Для этого и вот созданы эти направления, эти программы. Ведь мотивация к обучению сама по себе не появляется. Должен быть и интерес, и увлеченность, и, конечно же, что мы должны обеспечить? Это наша педагогическая задача, включенность всех наших учеников в этот процесс, в котором они сами, вот происходит в этом процессе их собственное становление, их собственный рост, такой личностный рост. Они развивают свои собственные компетенции, которые пригодятся им, когда они будут учиться на медиков, на инженеров, на финансистов, на экономистов, то есть на специалистов в медийных технологиях, программистами станут, может быть, и так далее. То есть во всем этом процессе много индивидуальных проявлений, индивидуальных отличий, особенностей, и поэтому всегда нужно смотреть, как можно корректировать подходы и программы, как их можно чуть-чуть видоизменять, немножко поворачивать к ученику, и главное развивать в них вот эту способность самостоятельно принимать решения, самостоятельно учиться, самостоятельно выбирать учебный материал. Вот это все очень важно для современного молодого человека, поэтому, конечно же, нельзя по шаблону и по стереотипным каким-то там подходам продолжать обучать наших детей. Ну и, конечно же, нужно здесь более креативно как бы решать эти проблемы и вопросы. Но у ученика всегда есть своя ответственность, которая всегда при нем. Это ответственность за то, что он, выполняя задания, участвуя в проектах, занимаясь исследовательскими задачами, задачами, исследовательскими работами, а он вот отвечает за то, чтобы как можно серьезнее погрузиться в это, заняться этим и получить результат. Да, процесс приводит к определенному результату, но этот результат, ответственность за этот результат мы делим со своими учениками. И вот это вот понимание, что мы и учителя, и ученики ответственны за уровень своей компетентности, за уровень своей подготовки, это тоже важный такой момент при возможностях выбора каких-то своих индивидуальных, особых, может быть, сценариев обучения. Но они должны, должны быть, потому что все очень-очень разные ученики, люди вообще на Земле и так далее. Да, если мне память не изменяет, вот так время быстро бежит, два года тому назад фактически к вам присоединили одно учебное заведение, где сейчас начальная школа. Как эта интеграция прошла вообще? Что сегодня можно сказать? Вы знаете, прошла она довольно-таки гладко, спокойно. Уже в этом году как раз-таки дети, которые два года учились в 11 и 12 классе, они уже вот сдавали выпускные экзамены, успешно сдали, успешно выпустились. То есть, может быть, они чуть-чуть некоторые, у них похуже были результаты по экзаменам, но похуже по сравнению с теми, кто у нас учился много лет. Все-таки это имеет значение, да? Вот этот процесс. Да, но все равно вот они, так сказать, молодцы, справились, сдали, подготовились. Так что все прошло довольно-таки хорошо. Ну и сейчас уже мы даже, так сказать, практически уже ну не разделяем, не видим такой разницы. Детки адаптировались, учатся уже, ну, два года отучились. Несмотря на удаленное обучение, они тоже как бы вошли в эту систему. Нашей гимназии, она особенная, у нас не совсем обычная система оценивания. Особенно в начальной школе, наверное, да? Нет, во всей гимназии, на каждом этапе. Она отличается от других школ. Эта система оценивания у нас более такая, поощряющая интересы, поощряющая активность и желание учиться активно и самостоятельно. Вы не сторонники выставления неуды, да? Кругом? Нет, 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 нет. У нас в этом году мы даже за первый семестр не ставили оценку. Даже так? Пока там дети не адаптировались к этой системе удаленного обучения, да? Ну и в принципе не только из-за удаленного, а в большей степени для того, чтобы для того, чтобы ну не сужать вот этот фокус интересов детей, да? любой ценой в первом семестре, а мамы должны там, может быть, или какие-то активные родители на удаленном обучении улучшить каким-то образом, да? Фактически выполнения задания. Да, да, вы абсолютно правы, потому что во многих учебных заведениях, даже включая вузы, такое ощущение, что родители по второму кругу учились, и у меня преподаватели говорят, ну представляешь, вот в вузе проведение там экзаменов посредством удаленного обучения, где рядом второй компьютер с гуглом, говорит, это все превращается в какую-то непонятную фикцию, говорит, зачем это все, да? Ну, я думаю, не совсем тоже фикцию. Мне, например, очень нравится, когда родители включаются в процесс, в процессе, в процессе, в процессе, в процессе, в процессе, в процессе, но единственное, что я всегда советую, и вот сейчас бы хотел посоветовать этим родителям, ни в коем случае не опускаться до того, чтобы за место своего ребенка выполнять, что-то решать. То есть, можно помочь, но полностью делать за него, наверное, не стоит, да? ни в коем случае, но интересуясь тем, что он там делает и как у него получается, попросить объяснить, чтобы ваш ребенок, сын, дочка вам объяснили, как эту задачу, как это задание выполнять, как он планирует, вот если он задумался, размышляет, надо выполнить это задание или несколько задач надо решить, и вот пусть он покажет вам, как он планирует, как он решает, да, что получается, то есть, ну вот, немножко поменять вот эту вот роль, я думаю, что много умных родителей именно так и поступают, общаются с детьми по поводу того, чем занимается ребенок, как решает задачу, как выполняет задание, помогает немножко спланировать свое время, ну потому что, вы знаете, что когда дети дома, когда там еще и может быть кто-то из маленьких детей или наоборот из старших детей в семье, может быть, есть еще и бабушка и дедушка, у всех свои какие-то занятия и какие-то интересы, да, и может быть вот правильно планировать свой день, чтобы не откладывать что-то на позднее время, когда бабушка хочет посмотреть телевизор громко, ну и так далее, и так далее, то есть вот где-то сочетать свои интересы с интересами другими и других членов семьи, своей семьи, и, соответственно, правильно планировать свое домашнее обучение, это тоже важный момент, иногда, иногда, как, ну, если здесь взрослые не помогают правильно определиться со своим рабочим местом, что оно не должно быть в кровати, что оно не должно быть под столом, что оно должно быть все-таки в каком-то более удобном месте, вот, и так далее, что, конечно же, может быть, не всегда малышу это сразу понятно, и он сразу выполняет какие-то правильные требования. Да, вот в связи с этим, что вы можете сказать, ну, дать какие-то, не знаю, советы, есть такое слово наставление, не знаю, родителям первоклассик, те, кто вот пойдут, такая тоже добрая традиция, я знаю, что у вас много первых классов, те, кто пойдут в первый класс, будем надеяться, действительно очно первого сентября. У нас в этом году восемь первых классов. Восемь? Очень много, да. И в августе будут проходить встречи уже учителей с родителями в второй половине августа, и мы всегда с родителями беседуем для того, чтобы их тоже правильно настроить на наше совместное сотрудничество и на вот помощь своим детям, в каком виде эта помощь может быть, может, может, и должна быть продумана, да. Но в первую очередь обязательно нужно общаться со своими детьми. То есть первое необходимое условие успешного обучения и развития учеников это общение. Это насыщенное общение малышей со взрослыми. Ну, кто ближе? Конечно, мама, конечно, отец, конечно же, бабушка и дедушка. Общаться, но не просто общаться, и здесь очень важно завести какие-то традиции в семье, вот где будущий первоклассник или где уже первоклассник, и эти традиции могут выражаться в очень разные варианты, как провести субботний день, как провести воскресный день, как провести какой-то вечер. И очень важно попробовать, чтобы это свободное время было связано, и свободное общение между родителями и детьми было связано с чем-то значимым для того процесса, в котором оказывается ученик, для обучения. И это книга, это книга, это что-то прочитанное всеми вместе, и я всегда рекомендую родителям, дорогие мои, вспомните из фильмов, из книг, да, как когда-то было принято вместе читать какую-либо книгу, какие-то сказки, какие-то приключения и обсуждать. Вот домашнее чтение, оно могло бы выражаться именно в этом, что вы вместе читаете какую-то книгу, обсуждаете, и тем самым вы задаете такое, программируете даже, такую привычку к чтению, которая поможет вашим детям учиться. Почему? Потому что в содержании образования сегодняшнего сплошные тексты, и в задачах по математике, и в задачах по физике, и в задачах по химии, и в комплексных заданиях, которые сегодня входят в жизнь, учебную жизнь наших школ, потому что это современная парадигма, где все взаимосвязанное и в комплексе надо смотреть на проблему и решать какие-то задачи, принимать какие-то важные решения. Поэтому, друзья мои, это тексты, тексты и тексты, чтобы справляться быстрее, чтобы контекст всегда был понятен этого текста, то есть смыслы открывались легче и быстрее, ребенок должен хорошо уметь читать, хорошо быстро читать и осознавать, осмысливать то, что он прочитал. Поэтому вот этот совет очень, на мой взгляд, важен. Помимо этого, конечно же, позволяйте ребенку выбирать все, что угодно из книжек, какие бы он хотел почитать, какие ему интересны. Да, может быть, ему на первом этапе будут интересны книги с картинками. Ну и что? Ничего плохого нет. Комиксы и это очень хорошо, все равно это чтение и это отношение с книгой. Учите их этому, приучайте, показывайте, что это интересно и важно. Может быть, такой последний вопрос. Я знаю, что в вашей гимназии большое внимание уделяется от поэта, почему языкам, и ведь приходят в первый класс дети, у которых, скажем так, дипломатически разный уровень, к примеру, владения латышским, и зачастую родители, а уж тем более бабушки и дедушки в этом предмете помочь особо не могут. Все фактически ложится на плечи учителей. Как удается добиться, что в первом классе человек приходит, ну хорошо, если он знает алфавит латинский, еще тоже не факт, а в 12-м классе блестяще, я вот видел какие-то видеосюжеты, где ваши ученики выступали и говорили, ну, такое ощущение, что почти родной язык. Спасибо, Абек, но очень важно, чтобы дети попадали именно в эту двуязычную среду сразу в первом классе. И вот все занятия, которые в их классе происходят, и праздники, и занятия, и конкурсы, и викторины и так далее, проекты, экскурсии, все-все-все, что происходит, оно происходит на двух языках. И это важно, потому что, к сожалению, да, в некоторых семьях не звучит латышский, нет латышского, и зачастую и на улице ребенок его не слышит, где-то в плявниках, в межсенсе и так далее, но язык должен быть, должен присутствовать. Поэтому очень важно, чтобы это все было для ученика понятно, открыто, ну и латышскому таким образом, да, ну, не научить только на уроках латышского. Вот латышский, как и, впрочем, и другие языки, да, иностранные языки тоже, да, английский, французский, которые наши дети изучают, начинают изучать с четвертого класса, они тоже быстрее осваиваются, успешнее, если этот язык не только на уроках языка, но и слышен и используется в учебном процессе, или в проектах, или в каких-то совместных праздниках, действиях и так далее. И здесь очень важно, чтобы в первом классе, во втором классе не грамматикой занимались дети и на уроках латунского языка, или на уроках английского языка, ни грамматикой, ни фонетикой, но, я скажу, больше возникнут критики, скажут тоже, что они с этим не согласны, но я считаю, что и родной язык, русский язык, тоже не нужно начинать в первом классе с фонетики и с фонем и все прочее, нет, надо в практическом смысле в игре, учиться, учиться писать, учиться читать и делать это с интересом, а не анализировать звуки и так далее. Не надо теоретическими знаниями в этом смысле нагружать малышей. Они к ним могут прийти позже, через игру, через определенные задания, которые будут интересны детям, когда они могут составить какие-то тексты и составляя эти тексты будут встречаться с определенными фонемами и с определенными вопросами, которые как раз таки и связаны с фонетикой, с этим разделом языкознания, но позже и в другой ситуации, в другой обстановке. в первом классе очень важно много читать, много писать и много говорить, высказываться, то есть устная речь чрезвычайно важна. Ну что ж, спасибо большое, я так чувствую, что все-таки вы во всеоружии готовитесь к учебному году, именно к нормальному учебному году, когда учителя встречаются. Да, очень бы хотелось и в заключении, наверное, нужно пожелать, что вот этот анекдот, который в пандемии не родился, он так и останется анекдотом, это когда человек спрашивает, скажите, а школьную форму, тетрадки, рюкзак покупателей достаточно будет только пижамы, так что я надеюсь, что все-таки пижама будет недостаточно, я знаю, что у вас же была и школьная форма, да, у классической гимназии. Покупайте, покупайте школьную форму. Это хороший, хороший вообще, да, я так понимаю, будет признак, да. Спасибо большое, Роман Алиев, у нас был на прямой связи, большое спасибо. Радио Болткома Природа создала электричество. Порше вдохнул